В деревне Марусино продолжается строительство дополнительного корпуса к школе номер 59. Подробнее смотрите в сюжете о этаже Чираговой. Число первоклассников растет и мест в школах становится меньше. На помощь Люберецкой системе образования пришла губернаторская программа строительства новых школ. В 2019 году решили открыть новый корпус в Марусине. Строительство начали в прошлом году. Строительный холдинг сейчас заканчивает монолитные работы. Делается перекрытие четвертого этажа и заливается парапетой. Внутри ведется отделка, уже шпаклюются стены. Техника для подключения водоснабжения, канализации и противопожарной системы только на этапе поставки. По некоторым видам работы главу округа уже возникли вопросы. Строительство первого и второго этажей завершены только на 80%, а впереди еще два этажа. Только после этих работ можно приступить к крыше. Когда мы приступим к крыше? Как сватая, решите и сразу. А? Сватая, решите и сразу. Решим и сватая, иначе тут проспали эти парни. Общая площадь объекта – 8766,5 квадратных метров. В четырехэтажном здании расположатся актовые спортивные залы, столовая и медицинский центр. На входе в корпус установят пандусы. Уже в этом году средние и старшие классы будут учиться отдельно от младшей школы в новом корпусе. Срок окончания строительства – 30 августа. Это крайне трудно. Понятно, что сегодня готовность школы где-то в пределах 50%. Но здесь люди есть, силы есть. В целом материалы закуплены. И если режим работы тут не мешает, он будет организован двухсменным, а по целому ряду работ трехсменным, то есть работа круглосуточная, то есть все шансы этот объект завершить. Последний этап строительства – благоустройство. Кустарники, деревья и ландшафтные светильники украсят территорию школы. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.